Добрый день, дорогие пестяковцы! У нас с понедельника начинается карантин Некоторые считают, что с сегодняшнего дня начинается карантин По области он объявлен тоже И особенно лицам после 65 лет не рекомендовано выходить на улицу Если вы слышите о каких-то штрафах, когда вы вышли в карантин И вас могут наказать вплоть до 7 лет заключения То вы не бойтесь, это штрафы для тех, у кого найден коронавирус И кому положено сидеть в карантине То есть те, кто вернулся из-за рубежа и кто несет конкретную опасность Для всех остальных нет никаких штрафов Просто просят действительно воздержаться от выхода И посещения каких-то массовых и других мероприятий Но мероприятия все у нас закрыты Сейчас не работают ни клубы, ни какие библиотеки Но с другой стороны у нас есть недопонимание Сегодня с одной женщиной разговаривал Она говорит, откуда у нас коронавирус? Как он может к нам прийти? Нет, нас это не коснется Друзья, вполне может прийти У нас есть одно, как сказать, горячее место Это федеральная трасса Вот она идет По ней ездят огромные машины Вот такие И эти машины останавливаются в пистяках Мы удобно стоим Поэтому они идут в магазины, которые стоят на дороге И шофера берут там продукцию Эти машины некоторые сейчас идут прямо из-за рубежа Потому что там таможни для провоза товаров практически открыты Значит, пошлины снижены И поэтому они рванули и едут И заходя в магазин, они, конечно, несут эти водители нам потенциальную опасность По моему наблюдению, единственное что Вот они никогда не берут тележек Потому что им не надо много еды И никогда не берут корзинок Как правило, в руку они набирают колбасы Воды Ну, вот таких продовольственных товаров И поэтому, в общем-то, не опасны у нас ни корзинки, ни тележки Если их действительно протирают, как положено Я прошелся по двум магазинам Ну, в магазине у нас пока все спокойно Продукты все есть Крупы Вот, пожалуйста, есть крупы Так Гречи только в таких пакетах вижу Зато все остальное есть Мука Масла Макароны Все полно макарон Различных Так что все пока в этом плане нормально Никаких не вижу, правда, антисептических мер Не Пол не влажный Видать Не протирали И здесь нет Никто не носит никаких у нас повязочек Да и повязочек нет в аптеке Так что все пока в порядке Так, ну, здесь тоже Даже Гречи есть Ха, интересно Это гречи в пакетиках На 20 рублей дороже Чем там В коробке А так остальные крупы есть Молочка Колбасы Все, конечно, это В наличии И никакой паники Все у нас Спокойно Бумага Туалетная тоже имеется Так что все Нормально Живем Но антисептических каких-то Средств и мер Тоже Не видно В масках никто Не ходит И не работает Так что Вот так К сожалению, в них я не нашел Никаких признаков Антисептических мер Что кто-то что-то протирает И Кто-то работает в перчатках Ну, ничего В общем, рекомендация-то Достаточно простая Все-таки Магазины Посещать реже Держаться Друг от друга Дальше И особенно Подальше держат От водителей Которые Стоят перед вами С этими товарами Потому что они действительно Для нас потенциально Опасны Так что Я думаю Проживем Переживем И дай бог Чтобы прожили И пережили Потому что Если у нас Кто-то Чего-то заболеет Я не знаю Как тут успеть В нашей поликлинике Точно нет Таких аппаратов Которые спасают А довести нас Трудно Поэтому Сами Применяйте Все меры Оберегайтесь Средства Свои Применяйте Когда у вас что-то В горле Запершило Кашель Кашель Какой-то Поднялся Признаки Коранавируса Достаточно Простые Резко Поднимается Температура Появляется Сухой Кашель И Становится Трудно Дышать Вот как только У вас что-то Такое Появилось Так Звоните В скорую Помощь И Говорите Что я Подозреваю К вам Сразу Приедут И сделают Все что Нужно Так что Здоровья Всем Радости Всем Выжить Хорошо Если К нам Это не Придет Аминь